Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Мария Клименко. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Мелочь, а неприятно. Магнитогорцы удивлены новой графе в квитанциях. Как теперь платить за обслуживание газового оборудования? От дверевого до исполняющего обязанности старшего мастера коксохимического производства всего за 6 лет. Евгений Святкин, один из лучших сотрудников Магнитогорского металлургического комбината, рассказал, за что любит свою работу. Боролись с химиками. Хоккейная команда «Магнитка» встретилась с одним из лидеров сезона ВХЛ, как открыли очередную домашнюю серию. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Две новые графы появились в квитанциях магнитогорцев. Суммы небольшие, однако вызвали вопросы у горожан. Героиня нашего сюжета обратилась за разъяснениями в управляющую компанию, но там ответа дать не смогли. За что платят жители, выясняла и наша съёмочная группа. Договор на обслуживание газового оборудования Татьяна Дробышева заключила давно. Говорит, раньше газовикам платили, не отходя от плиты, сразу после техосмотра. А в сентябре этого года получила квитанцию от управляющей компании. И там графа с неизвестными буквами. В самой квитанции всё было как-то так, знаете, как я говорю, закодировано, написано ВДГО и ВКГО. На следующий месяц мне приносят квитанцию, и опять там та же сумма стоит, за которую надо платить. ВДГО – это внутридомовое газовое оборудование, то есть все наружные трубы, стояки в подъезде, а также вот этот небольшой фрагмент до крана в квартире самих жильцов. Для проверок и обслуживания этой части домового газоснабжения организация, которой принадлежат сети, заключает договор с управляющей компанией. А вот остальное, всё, что идёт от крана – трубы от него до приборов, плита, газовый котёл – это уже ВКГО, то есть внутриквартирное газовое оборудование. На его обслуживание договор заключается уже с самим собственником квартиры. Этот договор на обслуживание сетей обязан от жильцов. Проводится такая проверка раз в год. Важны они, потому что много утечек бывает в квартирах. В первую очередь мы заходим, промеряем вентиляционный канал на присутствие тяги. Тяга есть, переключаемся, идём на кран. Кран в доступе, всё, чтобы было с отверткой подлезть, мы его разбираем, смазываем обязательно. Потом переходим уже к газовому оборудованию, к плите. Также вычищаются все форсунки, проверяются на утечки. Эта оплата была и раньше. Каждый собственник мог заключить отдельный договор с любой организацией, которая имеет право обслуживать газовые сети. Так в одном доме могли работать сразу несколько организаций. В другом газовщиков искала управляющая компания и включала эти затраты в графу содержания жилья. Такой путаницей пользовались в том числе и мошенники. Было решено унифицировать процедуру проверок. В 410-м постановлении правительства произошли изменения. И теперь специализированная организация это та и обслуживает, получается, та организация, чьи сети на фасаде дома, кому принадлежат. То есть жильцы одного дома заключают договор с одной компанией. За редкими исключениями, когда сети на доме принадлежат разным организациям. Жители платят за обслуживание фиксированную стоимость, которая складывается, исходя из технических характеристик, установленного в доме оборудования. Раньше выплата была единовременной. С этого года организации решили облегчить процесс оплаты для собственников, чтобы расход не бил по карману. В Магнитогорских газовых сетях разделили эту сумму на год. Начисляется оно после технического обслуживания. Мастером на объекте после техобслуживания составляется акт уплотных работ. Плату за техническое обслуживание мы делим на 12 месяцев. И каждый месяц человеку выставляется сумма. Выплаты начисляются после визита газовщиков и проверки оборудования. Впрочем, говорят, в организации можно оплатить всё и сразу. Для этого на квитанциях есть QR-код. Мария Клименко, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. В ежедневном режиме пополняется наша портретная галерея героев производства. Свой стремительный взлет по карьерной лестнице за 6 лет от дверевого до исполняющего обязанности старшего мастера коксохимического производства ПАО ММК Евгений Святкин объясняет лаконично. «Я просто люблю свою работу», добавляя, что чрезвычайно горд высокой оценкой этой работы. По итогам месяца Евгений Олегович был признан лучшим по профессии в своей номинации. Наша съемочная группа встретилась с героем. В 2018 году в мае месяце я пришел работать на комбинат в Коксово цех, устроился в должности дверевого. Это самая начальная ступень моей карьерной лестницы, наверное, как-то старался, пытался показать себя, проявить себя. Было тяжело, было трудно. В каких-то, наверное, даже моментах хотелось прекратить свою рабочую деятельность на комбинате. Но себя переосилил и понял, наверное, о том, что все-таки комбинат – это стабильность, прежде всего. А в городе как-то, ну, работы особо, наверное, как бы для себя я как бы не видел. Ну, ей нравилось именно производство это коксохимическое. То есть заворожило своей красотой, своими, не знаю, как сказать. Ну, просто, в общем, понравилось здесь, наверное, работать вот коксохимикам. Я работал дверевым три года, потом работал газовщиком коксовых печей в пятой бригаде. Там себя показал, старался, меня перевели в смену. При открытии, при пуске коксовой батареи номер 12, нового объекта нашего, мой мастер ушел работать туда на 12-ю коксовой батарею. И решили попробовать меня. Проще рабочему отработать до 12 часов, перчатки положить и сказать, я домой. А у руководителя, как бы, ну, нет выходного. То есть мы позвонили в выходной день, руководитель должен быть на работе. Организовать работу, организовать безопасность ее в первую очередь, организовать правильность рабочих действий. У нас коллектив сплоченный, то есть нет такого, что какие-то, то есть разногласия в коллективе. Они есть, они, безусловно, они есть и будут, но если есть какие-то недопонимания, то есть мы в коллективе сядем, все обсудим, что касаемо рабочих моментов, что касаемо вообще в плане, ну, во всем. Основная, наверное, то есть причина того, что людей держат на комбинате, это все-таки, наверное, стабильный заработок и уверенность в завтрашнем дне. ПАУМ МК – это одно из самых крупнейших вообще предприятий в России. Я думаю, что в дальнейшем все будет в порядке, то есть все будет хорошо, никаких проволочек и так далее, то есть мне кажется, ничего этого не будет. К другим темам. В Магнитогорск пришла зима. Многие горожане уже успели сменить осенний гардероб на зимний. Но для тех, кто еще в раздумьях, центр одежды «Модно Маркет» предлагает широкий ассортимент зимних моделей, верхней одежды и обуви. Пришла зима, отворяя ворота, а точнее гардероб для обновок. Зимняя одежда должна и может быть не только теплой, но и удобной, а также модной. «Модно Маркет» как раз об этом. Мы уже готовы к зиме. У нас большое поступление зимней одежды, эко-мех, дубленки, пуховики, зимние куртки. Представленные модели порадуют как взыскательных юных модниц, так и покупательниц элегантного возраста. В «Модно Маркет» представлены куртки различных моделей и фасонов. Пуховики «Макси» и «Миди» длины. Не останутся в обиде и мужчины. В нашем магазине также мы можем приодеть и наших мужчин. У нас есть куртки, пуховики, также аляски, из эко-кожи, меховые. Они очень теплые, из фалофайбера. Есть у нас и также велюр, мех. Широкий размерный ряд удовлетворит покупателей разной комплекции. Найдут обновки по душе на зиму и маленькие магнитогорцы. Куртки, пуховички, комбинезоны ярких расцветок из качественных материалов. Этой зимой малыш точно не замёрзнет. К любой одежде мы можем подобрать зимнюю обувь. Полусапожки, зимние кроссовки. Также имеются в продаже у нас сапоги зимние. Размерный ряд женских моделей от 35 до 41 размера. Для мужчин зимняя обувь в ассортименте от 41 до 50 размера. Кроме того, подобрать к выбранной верхней одежде в модно-маркет можно и стильные аксессуары. Тёплые вязаные и пуховые шапочки для мужчин и женщин, перчатки кожаные, вязаные или из непромокаемых материалов, а также шарфы и палантины. Утеплиться можно и с помощью выбранных колготок. В модно-маркет представлены модели из верблюжьей шерсти и пухонорки от самых маленьких до самых больших размеров. Магазин одежды «Модно-маркет» расположен в ТЦ «Домашний очаг» и ждёт своих покупателей ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Мария Клименко, Елена Старостина, Владислав Гусев, Денис Иванов, телекомпания ТВИ. В Магнитогорске начала свою работу традиционная выставка-ярмарка регионы России. Она открыла свои двери в торговом центре «Славянский». Жители и гостей города ждут за полезными и вкусными покупками уже сейчас. Верхняя одежда сезона «Осень-зима» представлена на выставке-ярмарке региона России в ассортименте. Стильные и практичные пуховики, куртки, пальто – всё фабричного производства. Я представляю фабрику «Кармель-стиль». Это наш российский производитель женской одежды. Всё шьётся из финской плащевой ткани, финского утеплителя. До минус 30 вы можете носить эти изделия. Ткань здесь не промокает, не продувает. Размерный ряд с 48 по 70. В этот раз привезли в Магнитогорск дизайнерскую одежду из штапеля, шерсти и латена, уютную коллекцию изделий из монгольского трикотажа, а также износостойкую комфортную обувь с удобной колодкой на нескользящей подошве. Для завершения образа на выставке-ярмарке можно найти стильные аксессуары, сумки и авторскую бижутерию. До Нового года 50 дней. Приходите, пожалуйста, на выставку за подарками «Год змеи». Представлен на регионах России домашний текстиль из белорусского льна безупречного качества. Мы приехали из Белоруссии, уже не первый год сюда приезжаем, представляем Оршанский льнокомбинат. У нас также большое количество льняных пледов, льняной постели, очень много сейчас, подушки льняные, одеяла. Очень много махровых льняных простыней. Найдут на выставке горожане товары для дома и сада, салфетки из шведского микроволокна для эффективной уборки, долговечную посуду из литого алюминия. А это уже знакомые многим многофункциональные гаджеты, чудо-терки, отпариватели, точилки для ножей и ножниц. Универсальные точилки для железа затачивают любой тип материала. От кухонных ножей до приусадебного инвентаря затачивают до состояния бритвы. Ножик аналогично ставите на опор и протачиваете. Представленные надежные помощники на дачном участке – секаторы. Это чудо-секатор, который режет не только веточки, но в зимнее время пригодится на кухне. То есть ему легко срежут любые ребрышки, барани, свиные, курицу, рыбу, плавники, хвостики. А также в ремонте можно использовать полипропиленовые трубы, металлопластиковые трубы. Такой секатор пригодится везде. Регионы России – это в том числе про вкус и пользу. Здесь для покупателей представлена целая линейка белорусских мясных деликатесов. В широком ассортименте – зрелые фермерские сыры. И, конечно, более 30 видов дальневосточной рыбы. Есть и свежая зернистая икра. Также в изобилии орехи и сухофрукты, натуральные специи, ароматный чай, есть и мед с частных пасек. Порадуются лкаежек разнообразие восточных сладостей. Орешки в йогурте и шоколаде, пастила, ароматная халва, мармелад без сахара. Выставка-ярмарка региона России будет работать в торговом центре «Славянский» с 6 по 10 ноября с 10 часов утра до 7 вечера. Ярмарка регионы России, которая проходит в торговом центре «Славянский» по 10 ноября включительно, особенно привлекательно для гурманов. Любители морепродуктов смогут насладиться деликатесами Камчатки. Белорусские производители представили широкий ассортимент колбас, сосисок, сарделек и других мясных изделий. Здесь можно приобрести продукты, которые редко встречаются в обычных магазинах. Рыбная продукция – это не только вкусно, но и полезно. Она богата белком, который необходим для роста и восстановления тканей в организме. Кроме того, она содержит жирные кислоты омега-3. Это отличный выбор для тех, кто хочет следить за своим здоровьем и получать необходимые питательные вещества. В отделе «Камчатские деликатесы» вы найдете широкий ассортимент рыбной продукции холодного и горячего копчения, а также малосоленую рыбу и икру. И все это из свежих морепродуктов без добавления искусственных консервантов и усилителей вкуса. Они станут отличным дополнением к вашему столу и порадуют вас своим насыщенным вкусом. В этот раз мы привезли большой выбор морских деликатесов – холодного копчения, горячего копчения и слабосоленая рыбка. Всеми любимая красавица – чавычи, нежнейшая белоребица, а также большой выбор разнообразных рулетов. Рулет чавычи-белоребица и неркос-белоребица. Также еще у нас есть новиночка – это белуга горячего копчения. Чистое, нежнейшее мяско без косточек. «Камчатские деликатесы» – это дары моря в каждом кусочке, что подтверждают довольные покупатели. «Вкусная икра, ложками едим. Всегда карточки берем, рыбу берем, икру берем. Все берем по возможности». «Не первый раз покупаем всегда здесь продукцию. Очень хорошая, довольная. Вкусная, свежая. Покупаем, как только приезжает, мы все равно что-то берем». Хотите насладиться вкусом настоящей белорусской еды? Тогда добро пожаловать в торговый центр «Славянский». Здесь вы найдете все, что душе угодно. Колбасы, сосиски, сардельки, копчености, сыры и конфеты – все это сделано из натуральных продуктов, без использования искусственных добавок. Здесь используют только свежие и качественные ингредиенты, чтобы создать продукт, который порадует любого гурмана. Широкий ассортимент сыров, начиная от мягких и заканчивая твердыми сортами. Каждый имеет свой неповторимый вкус и аромат и не оставит равнодушным никого. Молочная и мясная продукция – это настоящее искусство кулинарии. «Фермерская, утиная, печеночная, колбаски на гриле, говядинка, свинина. Там натуральное мясо рубленое, натуральные оболочки. Также сало у нас очень вкусное, деревенское, которое кормит домашней продукцией свиней. Естественно, сало очень вкусное и полезное. У нас вкусный колбасный сыр – это вкус детства. Сейчас такого редко найдешь, потому что у нас действительно сыр из молока, а колбаса из мяса». Качество и вкус белорусских деликатесов уже успели оценить сотни магнитогорцев, а потому здесь не бывает отбоя от покупателей. «Я купила колбасное изделие, молочное изделие. Мне очень нравится их все производство, белорусское натуральное. Ну и всегда, как приезжают, мы приходим, мне очень нравится эта продукция». Чтобы убедиться в качестве и великолепном вкусе представленной продукции, приходите в торговый центр «Славянский». Ярмарка будет проходить по 10 ноября включительно с 10 до 19 часов. Компания «Евросервис» продолжает реализацию своей миссии «Достойные проводы в последний путь» согласно православным традициям. Все больше отклику горожан находят социальные проекты предприятия. Развивается и работа храма всех святых. Напомним, это первый кладбищенский храм в Магнитогорске, в котором, собственно, православные традиции погребения сохраняются и приумножаются. Игорь Гурьянов продолжит. Этот репортаж мы начали снимать почти за неделю до эфира. 2 ноября – Дмитриевская родительская суббота. Один из особо почитаемых поминальных дней в православном календаре. Последняя родительская суббота в этом году. Обратите внимание на брошюры в руках у прихожан. Это не молитвенники, а своеобразные книги памяти. В них имена тех людей, кого отправили в последний путь с площадки Евросервиса. Во время каждой поминальной службы священник эти имена озвучивает и спрашивая у Господа благосклонного к ним отношения на небесах. Смерти нет, говорит нам Церковь. Есть только переход из одной формы бытия в другую. Молитва об усопших – это не требование церковной дисциплины, а потребность сердца. Какова потребность – каждый решает сам. Наше дело маленькое – молиться. Раз Господь дал нам возможность построить храм на территории нашей компании, значит, будем нести свой крест, поминая на каждой службе тех, кого проводили в последний путь через нашу организацию. Каждое имя записано. Других вариантов помощи усопшим все равно нет. Чтобы соединиться с Богом, глядишь, и кто-нибудь когда-нибудь помолится за нас. На улице бушевал снегопад, почти скрыв от глаз галерею памятников. Но явление, с которым здесь работают круглосуточно, не смотрит прогноз погоды. Конечно, говорить о том, что погодные катаклизмы никак не влияют на работу Евросервиса, было бы некорректно. Понятно, что обильные снегопады практически остановили основные объемы благоустроительных работ на открытых пространствах. Но в мастерских Евросервиса кипит работа, камнерезные станки не останавливаются ни на минуту. И самое главное уточнение, работают не на склад. Причины такой активности нам объяснили в производственном и коммерческом департаментах. Потихоньку, но растет погребальная культура. Люди начинают понимать, здесь не нужна суетливость и спешка. Тем более, что в компании это декларируют. Это один из принципов работы. Да и мы в своих репортажах постоянно говорим о том, что оформляя покупку того же памятника сейчас и в рассрочку, можно существенно сэкономить семейный бюджет. Мы уже давно ушли от старых стереотипов и сейчас зиму ждем больше, чем весну. Так как уже именно зимой мы делаем самый большой объем работы. Да и люди более грамотно стали относиться ко всему этому, делая заказы заблаговременно. В подтверждение сказанного кадры вот этого служебного помещения, где десятки памятников в полной или частичной готовности уже ждут своей очереди отправиться по месту назначения. И чего уж там украсить кладбищенский пейзаж. Именно сейчас можно, во-первых, получить максимальную скидку на все виды благоустройства. Например, скидка на памятники сейчас достигает 70%. Во-вторых, можно воспользоваться максимальной рассрочкой до 24 месяцев. И в-третьих, выгодно это тем, кто планирует благоустройство с использованием каких-то непростых элементов. Например, портреты из стекла, портреты больших размеров и сложных форм, портреты с фотопечатью, какая-то скульптурная резка камня. Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии, который сопровождал наш рассказ. Игорь Гурьянов, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. Хоккейная команда «Магнитка» досадным поражением открыла очередную домашнюю серию. Первым ее соперником стал один из лидеров сезона ВХЛ – Воскресенский «Химик». Хозяева неудачно провели половину матча и дали гостям создать преимущество в три гола. В концовке встречи магнитогорцы показали завидные волевые качества, но спастись не сумели. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Начало игры получилось для магнитогорцев успешным. Уже в первой смене Михаил Грасс здорово сыграл за чужими воротами. Шайба транзитом через Алексея Фурсу попала на пятачок. И хотя бросить Матвею Голенюку не удалось, от его конька она попала в цель. Но воскресенцы, в составе которых немало игроков с опытом выступления в КХЛ, словно не заметили этой неприятности. На девятой минуте они сравняли счет, а еще через 77 секунд вышли вперед. Порой хозяева не успевали за соперниками, иногда им откровенно не везло с отскоками. Именно после рикошета от конька защитника магнитки гости забили третий гол, который подвел итог стартового периода. Начали, даже несмотря на забитый гол, мне кажется, много робко. Надо переланывать себе психологию, перестраиваться, потому что мы умеем играть, можем играть и умеем играть. Но для этого надо дорожить шайбой, быть сконцентрированным. Все 60 минут они, периодами какими-то. Второй отрезок проходил в равной борьбе, но ненужное нарушение Валентина Жуина в чужой зоне привело к 4-минутному штрафу. И химик отличился еще раз, отправив Аделя Менигалеева на скамейку запасных. Сменивший его Никита Подскребалин вошел в игру уверенно и помог партнерам вернуть интригу. На 42-й минуте после передачи Матвея Голенюка и Валерия Сапожникова Николай Майоров нанес великолепный бросок и сократил отставание. Увы, вскоре магнитогорцы пропустили быструю контратаку и воскресенцы снова увеличили разрыв. Однако затем гости дважды подряд нарушили правила и магнитка эффектно реализовала большинство. Автором гола стал Михаил Грасс, ассистировали ему Алексей Фурса и Никита Жлоба. В концовке хозяева сняли вратаря и Антон Новиков отменным дальним броском сократил разрыв до минимума. Соавторами гола стали Евгений Григоренко и Матвей Голенюк, набравший третье очко в матче. «Разговариваем, был разговор, поменяли сочетания, где-то встряхнулись ребята, поверили. Хорошо, что забили, то есть быстрый гол, опять же поверили в себя. То есть самое главное, я думаю, что это нам перестраиваться, верить, что мы можем, а мы можем». Оставшихся 46 секунд на спасение не хватило. Последнее слово было за химиком, поразившим пустые ворота. 4-6. Следующий соперник магнитки – команда «Торпеда Горький» из Нижнего Новгорода. Прямую трансляцию матча смотрите в нашем эфире в пятницу, 8 ноября в 19.00. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН. Молодежная команда «Стальные лисы» также сыграла дома и сумела продлить свою победную серию до пяти матчей. На протяжении всей встречи магнитогорцы закономерно выглядели сильнее одного из аутсайдеров Восточной конференции – спутника из Алметьевска. И не просто выиграли, а одержали сухую победу. Как это было, расскажем далее. Альметьевская команда переживает смену поколений. В ее составе немало игроков 2008 года рождения, еще не закончивших школу. Но у магнитогорцев есть свои кадровые хлопоты. В Национальной сборной России и Белоруссии вызваны сразу четверо игроков. Защитники Ярослав Мухранов и Никита Полтовчук, а также форварды Павел Гаврилович и Алексей Ольшевский. Несмотря на потери, лисы с первых секунд не дали усомниться в своем превосходстве. В стартовом периоде они перебросали гостей 15-4 и дважды сумели отличиться. На исходе 11-й минуты Владислав Долгих и Михаил Федоров организовали классную контратаку. И хотя ее завершение получилось немного сумбурным, Федоров все же нанес решающий бросок. А затем магнитогорцы с первой же попытки реализовали численное преимущество. Ярослав Исаков и Александр Кушнарев помогли забить Роману Гольнику. В дебюте второго периода хозяева едва не отдали инициативу сопернику. Но затем игрок «Спутников» в безобидной ситуации разбил лицо Данилу Серазидинову и получил двойной малый штраф. Забить в большинстве лисам в этот раз не удалось, но в равных составах они увеличили разрыв. После передачи Игоря Нечаева Вадим Лукин мощно бросил издалека, а Михаил Федоров умело подставил плюшку на пятачке и оформил дубль. Хорошо, что в конце не свалились на эгоизм, индивидуализм. Андрюха Молодчик держал пацанов в игре все равно. Как бы там ни было, самое опасное, когда соперник мало атакует. Даже несмотря на продолжительные отрезки без работы, Андрей Трофимов не потерял игровой тонус, отразил все 16 бросков и по праву заработал третий сухарь в МХЛ. В заключительном отрезке зрители также увидели кулачный поединок Владислава Долгих с одним из самых недисциплинированных игроков «Спутника» Вильдановым. И этот бой остался за Магитогорцем. В концовке досадное повреждение получил Александр Кушнарев, но счет больше не изменился. Следующий матч «Лисы» проведут в субботу, 9 ноября, против Нижнекамского реактора. Павел Зайцев, телекомпания ТВИ.